Правда, прорыва в регулировании самого старого конфликта на Южном Кавказе не произошло. Баку и Ереван обвиняют друг друга в нежелании идти на компромиссы. Обновился лишь состав сопредседателей. Отныне вместо Юрия Мерзлякова главным посредником от России станет Игорь Попов. О других подробностях встречи в сюжете на Анны Плеевой. Завеса секретности и общие фразы, попытка скрыть непреодолимые противоречия. Венская встреча сопредседателей ОБСЕ стала еще одной протокольной наряду со множеством других. Принять новую дорожную карту, которая должна была урегулировать старый конфликт, стороны не смогли. Не помогла даже предварительная работа. Московская встреча 22 апреля стала прелюдией и своеобразной подготовкой к Венской. Хорошая новость – переговорный процесс идет. Плохая – никто не понимает, в каком направлении. Стороны обвиняют друг друга в срыве переговоров. Посредники дипломатично говорят о подвижках и вкладе в дело мира. Здесь более всего вызывает удивление и возмущение позиция сопредседателя Минской группы. Они не делают никаких заявлений. Даже по итогам их недавнего приезда в Баку они ничего не сказали по этому поводу. Азербайджанская сторона требует ответа и от посредников, и от Армении. Но ни с одной стороны их не слышно. В Баку, считают, затормозила мирный процесс позиция Вашингтона. Демонстративная попытка американцев отделить армян-азербайджанские переговоры от турецко-армянского диалога поощрил жесткую позицию Еревана, говорят в Азербайджане. В Ереване, напротив, обвиняют в несговорчивости соседа. Даже гипотетически семь областей, так называемый пояс безопасности вокруг Карабаха, может вернуться под контроль Баку только в обмен на признание независимости спорной территории. Азербайджанская сторона категорически против такой постановки вопроса. Она за промежуточный статус спорной территории, возвращение беженцев и референдум, причем на всей территории страны, а не только в Карабахе. Ереван обвиняет Баку в эскалации напряженности и попытке решить проблему силовым путем. Малейшее обострение отношений на линии соприкосновения на горный Карабах-Азербайджан, какие-то даже незначительные маневры войны, просто могут привести к тому, что в этом регионе появятся извне некоторые силы. Принятие новой дорожной карты натолкнулось на старые проблемы. Доработанные минские принципы по-прежнему не устраивают ни одну из сторон, а значит впереди новые дипломатические баталии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова